Всем привет! С вами Якимов Игорь. Я часто вижу ролики на YouTube, где показывают огромные щиты с автоматами и говорят, чтобы щит был сделан профессионально, то меньше автоматов поставить не получится. Один известный блогер во все услышания заявил, что для однокомнатной квартиры минимальное количество автоматов должно быть 20. Я уже электрикой занимаюсь 13 лет, как частный электрик, и разные собирал щиты, и большие, и маленькие. Я утверждаю, что автоматов должно быть столько, сколько необходимо для этой квартиры и условий ее эксплуатации. В этом ролике я рассмотрю, сколько автоматов нужно для стандартной двухкомнатной квартиры, навороченной электрикой, и простейший вариант, когда у хозяев минимальное количество электрической бытовой техники. Эту информацию вы с легкостью можете переложить на однокомнатную квартиру или трехкомнатную, или можете использовать при проектировании проводки небольшого домика. Только добавьте в щите устройство защиты от импульсных помех. Начнем с навороченной квартиры. Самое большое электрооборудование на кухне. Предположим, что газа нет, и изначально стояла электрическая плита. Первая линия. Это варочная панель. Прокладывается отдельная силовая линия. Иногда получается использовать линию, которая уже проложена к электроплите. Вторая линия. Это духовой шкаф. Обычно он от 3 до 4,5 кВт, и к нему прокладывают отдельную линию. Третья линия. Это посудомоечная машина. Она около 2 кВт, и к ней тоже прокладываем отдельную линию. Оговорюсь, что сечение кабеля и необходимые автоматы я буду рассматривать в отдельном видео. Выбор сечения кабеля и автоматов защиты по названию устройства, это как минимум непрофессионально. Сечение кабеля, автоматы, а также коммутационные элементы всегда выбираются из мощности прибора, в условии его эксплуатации и вероятной возможности для апгрейда. Я запишу такой ролик и ссылку оставлю в описании. Четвертая линия. Силовые розетки над столешницей. Куда будут подключаться такие мощные приборы, как чайник, пароварка, кухонный комбайн и подобные приборы. Пятая линия. На нее подключим микроволновую печь. Я встречал микроволновку с грилем мощностью 1,8 кВт. Техника с такой мощностью достойна отдельного подключения. Тем более, обычно для микроволновой печи. На кухне отводится отдельное место. Шестая линия. Остальная розеточная группа. К ней подключаются остальные розетки, а также вытяжка. Седьмая линия. Электрический теплый пол. Его ставят некоторые хозяйки, чтобы дети на нем спокойно играли, пока они готовят пищу. Площадь современной кухни достаточно большая, и потребление электроэнергии будет большое. Поэтому этот пол подключаем на отдельную линию. Восьмая линия. Кондиционер. Многие люди без этого прибора свою жизнь не представляют. Девятая линия. Это освещение. Собременные светильники в основном светодиодные. Одной линии будет достаточно для большого количества светильников. Некоторые заказчики еще делают и десятую линию. Это холодильник. Не потому, что он много потребляет. Для того, чтобы его можно было оставить включенным, отключая остальные линии, уезжая надолго из квартиры. Итого на кухне 10 линий, то есть 10 автоматов. Перейдем к санузлу. Первая линия. Это стиральная машина. Это достаточно мощный потребитель электроэнергии. Поэтому его подключаем отдельной линией. Вторая линия. Это гидромассажная ванна или джакузи. Она может потреблять до полутора киловатт. Ее тоже подключаем отдельно. Третья линия. Это водонагреватель. Проточный или накопительный. Это на случай, когда отключат горячую воду. Его тоже подключаем отдельно. Четвертая линия. Это розеточная группа. Это розетки для фена, для бритвы. Также подключаем к этой линии теплый пол. Этот теплый пол небольшой, обычно на полтора квадратных метра. Что соответствует мощности до 300 ватт. Одной линии на все эти потребители будет достаточно. Пятая линия. Это светильники. Обычно к этой линии еще подключаются вентиляторы. Это упрощает установку выключателей для этих вентиляторов. А также упрощается подключение реле времени для вентиляторов, если это необходимо заказчику. Итого по санузлу. Пять линий, то есть пять автоматов. Следующая комната. Это зал. Первая линия. Кондиционер. Не забываем. У нас навороченная квартира. Вторая линия. Это декоративный электрокамин. Используется как декоративный элемент интерьера. Плюс как дополнительный обогреватель на зиму. Третья линия. Розетки для остального оборудования. Четвертая линия. Освещение. Рассмотрим следующую комнату. Это детская. Первая линия. Это кондиционер. Итого три кондиционера на квартиру. Вторая линия. Теплый пол, чтобы дети не простудились, когда будут играть. Третья линия. Розетки в комнате. Четвертая линия. Освещение. У нас остался коридор. Первая линия. Это розетки. Обычно эти розетки используются для телефона, маршрутизатора интернета и видеодомофона. Вторая линия. Это освещение. Третья линия. Сигнализация. Установщики обычно требуют на нее отдельную линию. Также это позволяет оставить включенную сигнализацию, отключая остальные линии, уезжая надолго из квартиры. Итого, в навороченной двухкомнатной квартире у нас получилось 26 автоматов. Добавим пузырьковую панель, которую устанавливают как декоративную панель. Также добавим систему от протечек воды. Получится 28 автоматов. Также в щите поставим реле защиты от перенапряжения. И в одной автомат. И этого всего будет достаточно. Если у вас будут идеи, что еще в щит поставить, пишите в комментариях. А теперь рассмотрим двухкомнатную квартиру, где из мощного электрооборудования есть только стиральная машина и утюг. Вся готовка пищи, включая подогрев воды, осуществляется на газу. По светильникам один светодиодный светильник на все помещение. Вряд ли есть смысл ввести отдельную линию для такого освещения. Особенно, если заказчик ждет минимальные расходы на электрику, так как ее изначально мало. Тогда по всей квартире одна линия идет на зал, одна линия идет на детскую, одна линия идет на кухню, одна линия идет на санузел плюс коридор и одна линия идет на стиральную машинку. Если никакого мощного электрооборудования не будет, то этих пяти линий будет вполне достаточно. Использование большего количества линий ведет к перерасходу денег на закупку материалов и оплату мастеров, которые эту электропроводку будут делать. Так что заранее утверждать, сколько линий будет в квартире, практически невозможно. Как и невозможно определить, сколько стоит монтаж электрики в данной квартире. Для каждой квартиры все считается индивидуально, в зависимости от запросов хозяев. Стоимость проводки может отличаться в 3-4 раза. Иногда планирование начинается с одного количества проводки, а по окончанию ее становится в 2 раза больше. Также всегда смотрите, какая мощность выделена на эту квартиру. Иногда стоит опломбированный входной автомат на 16 А. То есть всего можно одновременно включить электрических приборов на 3,5 кВт, что может наложить ограничения на использование большого количества мощных приборов. Также в квартирах я не встречал трехфазного ввода, хотя некоторые заказчики уже присматривали трехфазные приборы для своих квартир. У меня был заказчик, который строил коттедж двухэтажный с мансардой и подвалом. Еще собирался пристраивать гараж и баню. Все собирался максимально электрофицировать, но у него был выделен трехфазный ввод на 25 А. Ему обошлось достаточно большую сумму, чтобы ему выделили трехфазный ввод на 63 А, а могли бы и не выделить. И всю мощную технику, что он купил, он просто не смог бы подключить. В следующих видео я продолжу тему расчета электрики и подключения электрических приборов. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Поддержите канал лайками и пишите комментарии о своем опыте по данной теме, а также предлагайте темы для будущих видео. До встречи в новых роликах.